Сейчас еще и... Нет-нет-нет, должны цеплять его. Нет. Корни хорошо спадают. Плохо разменяются. Да. Может быть очень опасно, если догонят сейчас. А есть ли у Нигмы даггер? У Дайды есть даггер, слава богу. ЛСНС подтягивает. ЛСНС тоже здесь. Санта. Санта тоже, в принципе, на таком расстоянии. Но нет-нет, ничего не получится. И более того, Морф запутался сейчас своим репликатом немного. Тут же, правда, смаки юзают Даррор. И сейчас пойдут в ответную атаку. Но знают, что у Морфа нет репликата. Морф просто разрушает вышку и уходит. Правильно, нужно уже подальше оттуда идти. И посмотри, по вышкам-то ситуация вообще... Ну, у Даррор нету стороны... Ой, у Даррору нету стороны, но вышек также нету. Это хорошо, если бы сейчас еще и вышки стояли у Даррор. Было бы катастрофа. Тайду нужно укрепляться. У него недостаточно ХП. Мы видели, насколько Тайд реально хорошо может танковать за счет Кракеншелла, за счет огромного количества ХП. Но здесь Кракеншелл все-таки рулит. Во-первых, снижает очень сильно урон получаемый. И плюс еще и можно там исприкопкивать. Вообще из чего угодно выйти. Кроме Блэкхолла, наверное. С которого никак не выйдешь. А вот как раз-таки Лондруид делает абсолютно правильно все. Он собирает Кирасу. Да, Кираса это жестко. Кираса жестко, Пайп уже есть. То есть его пробить будет магией тяжело. С руки тяжело за счет Кирасы. Плюс там на Мишке Радик. А, вот оно что! Тут все гораздо жестче. Там уже Гиперстоун есть на Медведе. Осталось только рецепт, до которого совсем чуть-чуть. Да, еще там Владимир сверху появится и Мишку будет. Ну, практически не убить. Хорошо, что поджигает. Пережидают ульт. Пратмазера, я так понимаю. Да, я не думаю, что это самое опасное. Их мы опять есть Блэкхолл. Ну, как? СМКУ, СМКУ, СМКУ! Подконтроливает, молодец. Увидел. СМК, как вот, хотела спасти. Сбила СОН, но, естественно, СМКУ, ХП. Даже не стал лейвом туда закатываться. Просто аккуратненько адаптивным. Еще минус там 3000 по ХП преимущество ушло. Ну, так, как-то. Ну, здесь тяжело. Здесь хрипы вот эти вот здоровые. За них и золота мало, и давят они постоянно лайн. Эджи с Убруды к тому же. Меняться будет тяжело. Все-таки Убруды, бабочка и... Ну, Морф сильнее, Бруды, но тут не в Морфе дело. Тут Тайт хлипкий, и Джакира, естественно, тоже не самый толстый. Да и у Бэйна, хоть и 2000 ХП, как-то он не сказать, что прям вытанковывает. Ну, ура. Да как ни крути здесь, когда тебя столько убивают. Морф тем временем... Есть ли репликейт у него вообще? Он так зашел. Судя по кулдауну, нет. Только сейчас появится возможность сделать его. 3000 тем временем у Морфа. И, возможно, Морфу здесь стоит сыграть в бабочку. Ну, потому что нужно как-то, чтобы мясовали по нему. Хотя тут и сатаник... Ну, все нужно, вообще все, абсолютно. Просто куча слотов нафармить. Ну, и рюкзака не хватает, знаешь, походного, чтобы еще парочку слотов бы туда. А вот и все, лоббировый рюкзак походный есть. И там в этом рюкзаке уже два супер слота. Это Кираса. Он, правда, сейчас пока Мишке передает, ну, самому. Потому что, видимо, боится, что... Ну, Мишке в замесе не будет. Ой, хорошо! О, боже, да. В секунду. Там она вообще ничего не пережила, потому что после Этериала вейв адаптив и ушел. Ну, так вот подконтраливать по одному, в принципе, можно. 4К уже есть, и 2К из этого можно потратить, в принципе. Вот что с этим зверем сделать? У него и Радианс в руке теперь. И Кираса. То есть у него смей сколько брони? Там 35 брони. Сопротивление физическому урону 67. Сопротивление магическому 47. Как раз-таки за счет пайпа. И еще там 400 блока будет. И еще при этом 2 600 хп. Хороший. Ну, Дредд, кстати, насколько я знаю, вообще Мишку не особо всегда боится. Ну, то есть в каждой игре, где есть Мишка, он его не особо боится, он говорит. Мы-то его будем убивать по этой, то есть в любом случае его будем. Но его, у него большая проблема, что все-таки не хватает ему урона, как ни крути. Хорошая скорость атаки, безусловно, но все-таки письмей на этот урон. Ну, что это такое? 180 урона, это не так хорошо. И посмотрел на урон там Марфа, того же. Там вообще 300. Да. Бруды, да, у бруды сейчас демон Недж уже появляется, ее сейчас какой-нибудь МКБ сварят. И что с этим делать, непонятно. 2800, Морф, что он купил? Ага, это Скади будет. Пойнт Бустер, Орбов Веном. Поднигмы тоже уже все давно есть. Тут Мека. А вот даггера она последним прикупила, поэтому... Вот сейчас как раз-таки это будет опасно. Там одно дело, когда первый даггер появляется, и можно как-то... Идут по центру дареры. Ну, они просто хотят задавить. Да. И у них есть, в принципе, шансы. Хотя по золоту они не выигрывают, по опыту тоже. Но как ни парадоксально, они именно идут давить. Почему бы и нет, когда у тебя есть такой хороший шанс? Вот сейчас нужно Тайда фейкового показывать. Мол, со спины я выхожу. Включайте глиф. Включают глиф и нападать. Сразу в сторонках. Здесь Руль, Дес Профит, очень неприятный. Тайт Хантер! Заходит, Бруда, очень хорошо юзает. БКБ опять немножечко промазал сейчас. Однако, там минус Тайт Хантер. Блэк Холл только одного затягивает по всему. Один в два размен, ЦМку опять находит. Морф, Морф даблкил. Энигму едят! Ну, Курок уйдет или нет? Энигму доедает. А вот Азен не уходит. Азен не уходит, но Энигма тоже не уходит. Куроку нужно уходить. Нету ничего у него. Догрызают его. Перекачивается, перекачивается. Давтив страйк еще, Бруду откидывает. Сейчас будет стан Сенкинга. Ну, 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 ну. Находит в инвизии ее, выбивает Эджас. Сейчас надо Бруду добить. Да, и у Бруды, правда, у нее опять ломают еще один раз в сторону. Стан, хорошо, входит сейчас. Есть ли там гем, чем-нибудь просветить? Ломают, Барак, Морф пытается там. Он не просто ему отхилиться, ему нужно обратно в ловкость перекачиваться. Здесь же при этом год. Джакира себя выталкивает, очень хорошо уходит. Минус вторая сторона. Возможно, проще было просто умереть. Куроке. А, у него денег не было на байбэк. Скаде. Влетает, дес-профит, не хватает урона. Манту тут же юзает. Тайтхантер здесь же. Добивает, Курок, Unstoppable. Замедляет, Джакира привязывает. Жеталкивает он себя. Но все-таки его догрызает Бруда. Тем временем Тайтхантер хорошо сейчас откидывается. Морф уходит. Утеплекается. Так сложно с Бруду. Она такая живучая все-таки с бабочкой. Да, у него есть там гем как раз-таки, из-за которого большие проблемы. Все вроде хорошо, а вроде как и нет. Ну, блин. Ну, это Силабир. Это Силабир. Просто он давит очень дико. Это Силабир. У него там, ну, как бы, по лайнам он давил. Его сложно убить, да. Но, как бы, не знаю. Возможно, надо было раньше просто его гангать почаще. Они, в принципе, и пытались. Здесь как раз-таки все правильно делают Даррер. Им нельзя сейчас сидеть. Они понимают, что сейчас этому морфу еще немножко дать. И будет очень плохо все. Ну, вот, да, сейчас... У него уже все крайне хорошо. У него все хорошо, все плохо как раз-таки у команды. В том плане, что нету двух лайнов. Сейчас просто будут заходить вот так вот с Блэк Холлом совсем на хайграунд. И просто пытаться с каждым замесом... Видимо, трендж понимает, что давайте, в общем, ребят, пойдемте чисто по миду, будем разменивать. А Дарреры наоборот. Давайте продавим сейчас уже по среднюю сторону. А они... Не, они не пойдут сейчас никак разменивать. Они ничего не смогут сделать, потому что мега-крепы появятся. Здесь нужно любой... Вот, да, да, я об этом говорю, что... Ну, в принципе, да. Последний шанс, в любом случае, им нужно будет пойти давить. Вопрос только когда. Сейчас морф опять будет СМ-ку пытаться найти. Что он там делает? Нет, просто уходит в репликейт. Никого не нашел. Пытался, может быть. У ничего не вышло. Нету Блэкхола. И нету. Да, и Медведео грозет. Нужно как-то Медведа-то зацепить. Вот его бы пару раз грызть, и все, там не будет уже Мишки, он не сможет сжечь. И как раз-таки, если бы сейчас его зацепили... Ну, нет, сейчас... Сейчас нет. Если два раза его удастся зацепить, там у него и ради какие раз останутся без того, без другого. А Яш появляется на Лондруиде. Легче просто убить уже самого Лондруида. Там очень много ХП, понимаешь, у Мишки 2 800, и у него там 20 брони, да? А у Лондруида 30. Ну, Мишку можно на 2 умножать. Ладно, вроде как что-то типа файта у нас начинается. Да, 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 Кробу сейчас очень хорошо. Сенкинг туда залетает. Хватит урона или нет? Кроба минус, это хорошо. Там Блэкхолл божественный, но только один Блэкхолл. Нечем добавить абсолютно. Пытаются сейчас уйти. Цэм, выбивают наконец-таки силобиры. И сейчас Цэмка тоже очень-очень близка к тому, чтобы умереть. Прокатывается по ней. Убивает ее Морф. Бруда застревает здесь. Бруду сейчас убьют. Минус Брудмазер. Морф, Годлайк, Мольф. Ультра килл, что творит Куроку. И остается только Эниггд. Отбивайте разменивать. Есть ли там байбэки? Байбэков нету. Только у Бруды. Нет, все, надо идти. Давай Куроку. Нет, нет, нет. Сейчас Рошана нужно забрать обязательно. Продавить-то не продавят. А вот Рошу, если потом заберут, там Сыром с Эджесом. Рошу в сторону было бы идеально. Артсайл контролирует сразу же Рошана. Там, в принципе, год скоро придет уже. И Цэмка должна подойти. Но вот без силобира и Брудмазер, в принципе, помешать убийству Рошана никто не сможет. Тут ничего я сейчас не сделаю. Сейчас Куроку точно должен забирать Эджес. Что вообще, конечно... Причем это будет Сыр. Да, да, да. Это третий Рошан. Вот почему его важно забрать. Великолепный, конечно, был Блэк Холл от Артстайла. Но сам по себе Блэк Холл это все-таки не то. Заменил ботиночки себе, кстати, Морфа. И да, сейчас он будет разводить. Сыр, а Еги составляет Санте. Ну, правильно, да. Санта тоже очень много делает в байтах. А просто у Морфа ХП побольше. Ему Сыр получше зайдет. Ему как раз-таки Сыр чуть-чуть еще и будет заходить как надо. Да, вот Санте далековато еще. Да, и Артстайл как бы... Вот тоже такой момент с Энигмы. Залетел-то он в принципе хорошо, но... Там так Морф натычковал. Невероятно. Да, параллельно, параллельно. Пока Санта-то... О, Санта. Артстайл 3х затягивал, Морф просто нарезал остальных. Я уж не знаю, кому он основную пошел, в кого прокаст. Но тут возможно даже не знаю, как от Этериала не хочется отказываться, как не крути 40 к ловкости. Но боюсь, что Морфлингу придется это сделать в пользу, возможно, бабочки Сатаника. Потому что у него в принципе... Ну вот эти вот секунды, которые он сидит в Астрале, он просто их теряет. И так у него урон очень хороший. Тут вообще много чего нужно. И реально не хватает слотов. Хорошо, что прикупил Травелла. Сейчас можно очень хорошо разводить. Как раз-таки за счет репликаетов. Но вот видишь, что творят Дарер. Ага, пришли на Рошу. А Роши-то нет. Нет, но они знают об этом. Так они же знают, что нет Роши. Они просто стоят, думают, как бы кого-то выцепить. Я думаю, так это выглядит. БКБ, Бэйн... Они как хотят? Они хотят выцепить и пойти задавить. Там осталось тупо два барака. Все. Я сейчас только сейчас понял, что БКБ Бэйн собрал только сейчас. Я думал, что у него уже давно есть БКБ. Но вот было написано, что он... Слушай, может... Да нет, нет, нет. Только-только он собрал. Может еще там другого будет. Он мог обновить его. Ты думаешь, что он прям хотел... Ну вот эти 10 секунд? Да, он мог это сделать. То есть... Это важная тема. Они ему были нужны, и он их обновил. Морф сейчас сыр и байбек. Вот сейчас хорошо заходит. Блэк Холл великолепный. Джаки разгрызают. Морф успевает сыр! Хорошо Бэйн цепляет. Просто великолепно. Ой, как же он сейчас выцепил. Морф! Ну что же такое? Нужно выходить. Выкупается Морф. Возвращается. Какой размен? Джакира только убили. Сенкинг еще живой. Тайтхантер только сейчас ульт. Морф пытается профокусить Силабира. Урон медленно очень входит. Морф идет дальше. Силабир очень битый. Ну добьют или нет? Ну еще, еще чуть-чуть. Не хватает времени на адаптив страйк. Зато Бруду заберут. Должны, должны забирать Бруду, конечно. И сейчас еще Эдэс Профит здесь. Бруду забирает Бэйна. Ну Морф не прощает. Опять трипл киломарфа. Сейчас еще Мишку тоже убьет. Это в принципе нужно сделать. Да, но тут вышку сносит уже и особо времени нет. Охо-хо. Мишку сносит и... Блин. Только два барака статияет просто от поражения. Это очень печально, потому что в такие моменты... Вроде как они и тащат, а с другой стороны два барака. Что это такое? Ну мы видели, как в... По-моему, Na'Vi как раз таки Дарьером так проиграли. Или не Дарьером, ДТС. ДТС они проиграли так. Вроде выиграли замес, но там снесли просто-напросто. Вот здесь та же ситуация. Остается только одна вышка. Сюда телепортируется... Дредд, но при этом отключается, и у него, посмотри, ужас какой-то. С ХП просто нету. Его сейчас скрипы могут догрызть. И что, мне интересно, сколько байбеков. Морф точно выкупался? Морф выкупался. Конечно, вот их поймали классно. Но там, если бы не Азен, это было бы просто ГГ. Потому что Азен сбил Блэкхолл. Там пусть на две секундочки раньше, но Морф успел юзануть сыр. Хотя, опять же, такой момент он его юзанул, и толку от этого не было практически. У Тест Профит нету байбека. У Блудмазер тоже нету байбека. У Тойнигвы есть байбек. Только у нее есть. У Дредда какие-то траблы. Дредд is back. Ой, 2300 зрителей. Такая эпичная игра, конечно. Морф юзает манту и вылазит из астрала. Кстати, да, спасибо. За вот эту вот тему. Ну, да, там с мантой очень тонкий момент. По-хорошему нужно ждать сайланса. И тогда только юзет мант. Ну, в общем, сложно все. Комментарии. Морф 25. И, кстати, что там у... Понимаете, что МКБ Марфу не собирают? Это айтем, который не дает абсолютно статов. Марфу нужно собирать все на статы. Дарер против М5. Это была игра, а не ДТС. Да как? Нет, это, по-моему, ДТС. Напады 2 лиги. Ну, может быть, против М5 когда-то тоже такое было. Еще было. Так, возвращается. Ну, когда на Рист Резли Трон. Я не исключаю. Тут гем. Все-таки сатаник будет. Сатаник вроде как... Сатаник нравится скрипами. Очень хорошая геройка, как раз против таких тем. Да, да, да. А Егис, кстати, у Санты до сих пор. Вот это мы... Санты не умер. Хороший проказ дал. Все хорошо. Санты здесь как раз-таки сделал все очень неплохо. Но вот Морф как с Жакиры залетели. Денег у него, кстати, тоже очень много. Сейчас что-то... Фейл. Нужно сейчас как-то варды с одной стороны ставить. С другой стороны там уже пошла гемовая стадия. Так, а что у нас у... Ну, сейчас мы если деньги откроем, то видно, насколько сильно подровнялись. Вот пять тысяч. Они только... Не так быстро, скажем так, выходят. Потому что... Крипы меньше дают. Так бы уже было очень серьезное преимущество. Если мы посмотрим опыт, там десять тысяч. Это серьезный отрыв для такой поздней стадии игры. Жакировать. Сейчас этот отрыв будет потихонечку. Будет становиться все меньше и меньше. Потому что Морфлинг уже двадцать пятый. Ну да, дальше двадцать пятого. И вот очень важный девайс от ЦВМ. ЦВМ собрал то, что очень нужно. Это Владимир. И теперь как раз таки... Вот если раньше Морф давал прокаст и убивал ЦМ, это было хорошо. Теперь если он будет убивать ЦМ, это будет просто супер. Потому что без Владимира и Бруда, и... Ну самое главное, конечно, Лон Друид. У которого Манта там уже с ума сойти. Конечно, много хп по своей 3000. Ай-яй-яй. У Морфа две, но, естественно, он все перекачал. Он жесткий, кстати. Лон Друид такой вообще. Лон Друид очень. Ты видел, как Морф своим огромным уроном медленно пробивал? Да, да, да. Этого количества брони. 71 сопротивление физическому урону. Я не знаю, что тут нужно делать. Тут нужно... Так, Тайтхантер тоже Владимир. Подфармил. Куроке Доминатор. Это Сатаник будет здесь. Сатаник будет, конечно. И Куроку там фармит. Ну, на байбэк оставлять бессмысленно сейчас ему деньги. Он же выкупался буквально там минуту-две назад. Я не помню, какой. Пять минут сейчас кулдаун байбэка, да? Ну да, им еще две минуты. И сейчас вот в такой момент они все видят и попробуют на неожиданности сыграть до того, как дойдут. Санта немножечко запаздывает. У него даггер на кулдауне. Да, но они так и хотят. Сейчас сбоку ворвают. Ой, как хорошо сейчас Мишку первый раз забрали. Ну, вызывать нового. И айтемы все специально оставил себе, чтобы... Да, да, да. Чтобы прочекать и вызвать заново. Ну, хотя какая разница, что они чекал бы. Нет, ну если сейчас Мишку заберут, в общем-то, айтемы останутся. Я думаю, Кирас уже точно-точно нужно на ландроиде оставлять, чтобы было броня. Сейчас будет очень важный файт. Очень важный. И ловят бруду, цепляют ее. Энигма раскастовывается. В одного всего лишь Сенкинг в никуда абсолютно выдает свой эпицентр. Тем временем Тайтхантер пытается уйти. Хорошо, сейчас выдает Джакиро ульт. Падает бруда. Что? Падает бруда. Тайтхантер тоже умер. Энигма. Морф доминейтинг. Морф уходит. Нужно лечиться сейчас очень быстро. Силайбир сейчас будет прогрызать барак. Ой-ой-ой, ты посмотри на центре, что происходит. У-у-у. И бараки все-таки убирают. Да, сейчас мега крипов сделает. Ты здесь Куроку вряд ли уже сможешь что-то сделать. Вот он натычковывает. Как раз-таки что-то сбило там морфу. Линку. ГГВП, go next. Ну что ж, сейчас становится 1-0. Сумасшедшая игра по накалу. Немножечко вертуса. Опять вот эти вот два фейла на Рошане. Не передать. Так, наверное, нужно свапнуть будет? Нет, пока не буду свапать. Так, ну что, у нас пойдет прям без паузы игра или там какой-то будет? Конечно, без паузы. Сейчас мы уже... Сейчас нам ПВС кинут. Окей, так, я пока поставлю картинку. Скажешь, как ПВС кинешь тогда, чтобы я... Сначала чеку СМПВ. Я смотрю тут, что произошло. Фризер очень хорошо, конечно, нафармил. Я думаю, Дреду стоит очень серьезно пересмотреть свой взгляд на Лондроида. Потому что сейчас их фактически убило именно Лондроид. Он как бы не то, что их убил, он убил им базу. При этом сам особо-то никого не фокусил в замесах. Так, 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 так. Быстро прочеку скайп. Очень много лишних конференций. Ну что, благо было три и... Есть еще шанс отыграться. Так, тот же ПВ. Окей. Заходим. Я предлагаю тоже прыгнуть в комментатор, чтобы как-то чекать. Возможности, если я буду... Не буду успевать следить. Так, пока в чат, пока есть время. Тебе первый пик будет у нас, но я не знаю, что сейчас. Ну, пойду-ка я послушаю ребят. Вот чем. Да, давай, давай. Тест отключился. Сумасшедшая игра. Мало посмотрел на Силобира, не посмотрел на урон МВ Мишки. Да. Ну, естественно, Медведь тоже бьет очень больно. И именно поэтому у Силобира такой маленький урон. Так, пик и профит, и выигрывая игру. Профит действительно тоже очень хорошо. Да, это Дарак на Рошане. Второй день Аукульца Виртусам. Не второй день. Это прям с первых их игр у них начались проблемы. Они там отдавали. Забирали Рошана, но отдавали Эджис. Уже не первый раз. Это нужно действительно. Дезолятор и БКБ морфу. Насчет БКБ, возможно, соглашусь. Но, скорее всего, нет. Все правильно делал Морф. БКБ там особо не порешало бы против Блэк Холла. Дезолятор – абсолютная глупость. Для морфа. Сатаник, Бабочка вместе Линкей. Этериала. Да, в принципе, сильно ситуацию прям так бы не поменяло. В любом случае, можно еще тащить. И, я думаю, все шансы есть. Нужно сейчас собраться. ВП. 2.400 на стриме. Нормально. Подтягиваемся потихоньку. К рекорду к своему. Куру-кура-пиру сделает. Ну нет, не на Морфе уж точно. Так, вот про Морф юзает манту и вылазит из БКБ. Был последний коммент, который я видел. Морфу-дагер. Какая глупость. Какая глупость. Ну и Бруда, конечно, тоже очень живучая. Ну и Бруда. Продолжение следует...